Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия В план по социальной догодификации Включены 96 населенных пунктов Принято 3306 заявок от населения Создана техвозможность подключения 2988 домовладений Выполнено 1303 подключения Согласно поручению президента России Годификация до границы Домовладения была бесплатной С этого года из республиканского бюджета Будут выплачивать субсидии на газификацию Уже непосредственно до самого дома Согласно поручению президента России Годификация до границ Домовладения стало бесплатной С этого года из республиканского бюджета Будут выплачивать субсидии на газификацию Уже непосредственно до самого дома То есть гражданам остается купить Только внутридомовое и газовое оборудование Но и здесь некоторым особенно нуждающимся Категориям граждан Предусмотрены льготы Что касается магистральной газификации, то в этом году приступят к строительству сразу двух больших газопроводов межпоселкового газопровода в Учкуланском ущелье протяженностью 85 километров и газопровода до Джамагатского ущелья. Он будет построен в этом году. Запланировано проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в Высокогоре Урупского района. Это село Курджинова, поселки Азиатский, Псемен, Ершов, Рожкао, Дамхурц, Загидан, Придгорная и Подскальная. Общая протяженность более 150 километров. Продолжится развитие газовой инфраструктуры в населенных пунктах тибердинского направления. Будут построены распределительные сети в аулах Верхняя Тиберда, Нижняя Тиберда, Новая Тиберда и городе-курорте Тиберди, что позволит начать в этих населенных пунктах мероприятия по социальной доготификации. Руководитель Карача-Чикеси Рашид Тимрезов провел расширенное совещание с правительством и главами муниципальных городов и районов по вопросам реализации поручений данных в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным и поставил задачи по социально-экономическому развитию региона на 2023 год. Первое – это развитие экономики. Глава поручил правительству по содержанию года развития промышленности, каким объявлен этот год. По-прежнему актуальной остается реализация приоритетных национальных проектов и федеральных программ, дальнейшее строительство и ремонт социальных учреждений в сельской местности. Всего в этом году будет построено и реконструировано 202 объекта. Текущий год в соответствии с решением президента страны объявлен годом педагога и наставника, поэтому наша общая задача – сделать все, чтобы профессия педагога вышла на качественно новый уровень, сказал Рашид Темрезов. По его словам, к числу важнейших задач на текущий год относится реализация мер государственной поддержки различных категорий граждан, в том числе семей военнослужащих, социальная дегазификация, строительство дорожной инфраструктуры, улучшение качества водоснабжения и благоустройства населенных пунктов. В Министерстве физической культуры и спорта подвели итоги прошлого года. Руководитель ведомства Рашид Узденов подробно рассказал о том, чем запомнился этот год и отметил наиболее важные спортивные мероприятия в регионе. Действительно, год был очень насыщенный в части спортивных мероприятий, начиная с зимних видов. В начале года мы их проводили, это день снега, день чайника, соревнования по горнолыжному спорту, их несколько было по различным возрастам соревнований по сноуборду. И дальше пошли соревнования по летним видам спорта, тайк-пандок, дзюдо, бокс. По тайк-пандо, если взять, проходили соревнования, очень такие титульные, это на призы президента тайк-пандо у нас было соревнование. Также были соревнования Мамлюк Челлендж, это межрегиональные соревнования, рейтинговые. Победители этих мероприятий переходили на следующие этапы соревнований. Это российский уровень, уже международный уровень. Далее были мероприятия по дзюдо, буквально недавно закончился турнир в памяти депутата Качао-Черкесской республики Атабиева Росо, тоже мастерский турнир. Так далее были мероприятия по боксу. Например, недавно мы в Донбай проводили в честь генерала Баташева. Было большое количество мероприятий по вольной борьбе, как внутри региона, так и выездные, где наши ребята показали высокий уровень подготовки. Наш календарь очень насыщенный. Провели с учетом всех вот этих неровностей из-за пандемии и так далее, около 400 мероприятий. Также большое количество мероприятий проходит физкультурно-массово для привлечения населения занятий физической культурой и спортом. Региональным отделением социального фонда назначено единое пособие на 1575 детей до 17 лет, в том числе 59 беременных женщин. Всего на сегодняшний день в ведомство поступило 5400 заявлений на новую выплату. Помимо этого, за первые дни января отделением социального фонда также одобрены выплаты на 53 первенца до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единые пособия и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям, то есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия. Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до семнадцати лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Республиканском перинатальном центре появилось новое медицинское оборудование. В рамках благотворительной акции «Рожденные энергии» короче-очеркесский филиал «Русгидро» приобрел для центра аппарат «Уникоз-3», который может прослушивать и записывать сердечные ритмы одного или сразу нескольких плодов при многоплодной беременности, позволяя врачу-гинекологу получить четкую картину состояния ребенка и применить правильную тактику ведения родов. Новое оборудование уже применяется докторами в родильном отделении. В текущем году в короче-очеркессе будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в республике по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом сообщила начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6. То есть республика дополнительно дает 6%, а федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» как бы она улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. Новый комплекс весогабаритного контроля появился в Карачао-Черкесе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения республики». Он установлен на участке автомобильной дороги Черкесский, справная и сторожевая. До 1 марта этого года комплекс будет работать в тестовом режиме. В эти дни в сети интернет была размещена информация с жалобами проживающих в одном из многоквартирных домов, расположенных на улице Гутякулова-Черкеска, на управляющую компанию и условия проживания. Как мы уже сообщали, по поручению председателя Следственного комитета страны, Следственным управлением по Карачао-Черкесе проводится процессуальная проверка. Информацию комментирует старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Черкесе Евгения Перфилева. В настоящее время следователями проведен осмотр жилого дома. Опрашиваются лица, проживающие в нем, сотрудники обслуживающей управляющей компании, а также мэрии города Черкеска. Изымается необходимая документация. При осмотре жилого дома установлено, что в подъездах имеются многочисленные дефекты, и они требуют косметического ремонта. На лестничных площадках оконные проемы заделаны фанерой и полиэтиленовыми пакетами, а также имеется ряд иных недостатков. Будет дана объективная эргетическая оценка произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Карачао-Черкесе руководитель отдела Министерства физической культуры и спорта региона вместе с генеральным директором коммерческой фирмы обвиняются в хищении свыше 7 миллионов 700 тысяч бюджетных средств. При реализации государственного контракта злоумышленники завысили стоимость спортивного оборудования и экипировки для учебных учреждений республики. А разницу между реальной ценой и указанной в договорах поделили между собой. В отношении мужчин возбуждены четыре уголовных дела. Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Чиновнику избрано мера пресечения в виде заключения под стражу, а предприниматель находится под подпиской о невыезде. В целях возмещения ущерба на имущество злоумышленников, приобретенные на похищенные деньги, наложен арест. Прокуратура республики в судебном порядке добилась признания недействительным договора о передаче в аренду нежилых помещений для использования под магазин «пятерочка». Информацию комментирует помощник прокурора Карачао-Черкеси по правовому обеспечению взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. Прокуратурой города Черкеска в ходе проверки было установлено, что между Публичным акционерным обществом Ростелеком и Обществом с ограниченной ответственностью Агроторг был заключен договор аренды нежилых помещений, общая площадь которого составила свыше 549 квадратных метров. Помещения располагались в городе Черкесске на углу улиц переулок Союзный, дом 17, улица Первомайская, дом 30. В ходе подготовки помещений для организации торговой деятельности супермаркета «пятерочка» юридическим лицом, Обществом с ограниченной ответственностью Агроторг, без получения в установленном порядке разрешительной документации о возможности проведения реконструкции, были снесены внутренние перегородки и частично разрушены несущие конструкции при оборудовании торгового зала и дополнительных отдельных выходов из здания, то есть были нарушены нормы граностроительного законодательства, в связи с чем создавалась потенциальная угроза жизни и здоровью посетителей магазина, а также работников Ростелекома и Почта России, которые находились в этом же здании. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора города Черкеска в суд с иском об обязании Ростелеком и Агроторг привести вышеуказанный объект от недвижимости в первоначальное состояние, соответствующее технической документации на момент начала производства работ по реконструкции. Черкесским городским судом удовлетворение требований прокурора было отказано. Не согласившись с решением городского суда, прокурор города Черкеска обжаловал его в Верховный суд Карачаева Черкесской Республики. По результатам рассмотрения, длившегося более шести месяцев, прокуратуре Республики удалось убедить Верховный суд Карачаева Черкесской Республики в том, что строительные работы на объекте недвижимости были проведены в нарушении требований градостроительного законодательства. Апелляционным определением Верховного суда Карачаева Черкесской Республики требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В эти дни в свои двери вновь распахнула средняя общеобразовательная школа Аула Жако Хабецкого района. В рамках программы капитального ремонта школ модернизации школьных систем образования здесь был произведен капитальный ремонт. В частности, выполнены ремонт фундамента и отмозки, частичная замена кровли, фасада здания, а внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, благоустройство двора, замена теплотрассы и многое другое. С началом нового календарного года в нескольких республиканских школах стартовал капитальный ремонт. Учающиеся на периоды ремонта будут обучаться в ближайших общеобразовательных учреждениях. Но оказалось, что наладить учебный процесс сразу двух школ под одной крышей задача непростая. Недавно в 13-ю гимназию Черекецка временно перебрались учащиеся из школы номер 6. Комментирует информацию директор школы Галина Клименко. Мы в таком же режиме, как работали в нашей школе, так работаем с 9 января и в данном здании. В две смены. Смены сохранены, расписание сохранено. Часть предметов только у нас, получается, мы перевели на очно-заочный формат. Это родные языки, это где-то ОБЖ, где-то технология. Мы организовали и медкабинет, чего здесь не было изначально. В той у них школе медкабинет. Организовали для себя медкабинет. Он функционирует. Буфет для детей старшеклассников. А дети младших классов, они ходят так же, как ходили и ученики 13-й школы, в основное здание для приема горячего питания. 17 школ Карача-Чекеси будут оснащены современным цифровым оборудованием в этом году в рамках оригинального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. А в следующем году в программу войдут еще 15 школ республики. С 2019 по 2022 годы 153 образовательных организации региона были оснащены современным цифровым оборудованием, что позволило вывести процесс обучения школьников на более качественный уровень. Более 1,9 млн туристов посетили курорты Карача-Чекеси за прошлый год, что почти на 10% превышает показатели позапрошлого года. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты Дамба и Архиз. В числе востребованных у туристов направлений также Тибердинский национальный парк и туркомплекс «Медовые водопады» с экстрим-парком. Дамба и в частности посетили 863 тысячи человек, а Архиз – 852 тысячи туристов. На «Медовых водопадах» побывали 208 тысяч экскурсантов. За прошлый год число мест размещения в Архизе увеличилось еще на 600 единиц. Начала работать канатка от верхней станции, существующей канатной дороги «Млечный путь» до высшей точки хребта Абишира-Ахоба, расположенного на отметке 3150 метров. А в Дамбае прямо сейчас ведется строительство пятой очереди канатной дороги на склоне горы Муса-Ачитара, которая будет отвозить туристов на самую высокую точку курорта на 3012 метров. И в продолжение этой темы. За новогодние каникулы курорты Карачао-Черкеси приняли более 172 тысяч туристов и экскурсантов из различных регионов страны и зарубежья. Так, с 31 декабря прошлого года по 8 января текущего включительно Дамбай посетило 86199 туристов. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архиз» – 86248 человек. Отели на территории курорта в период новогодних каникул были загружены на 100%. В Карачао-Черкеси гости приезжали в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Воронежской областей, а также Ставрополье. Для гостей на курортах были подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов и экстремалов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до 5 тепла. В горах местами плюс 5-10 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется ловина опасность. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 3. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Ретонирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!